здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас программа на медицинскую тему слово медицинская пусть вас не пугает потому что сейчас вы поймете что очень многие из вас очень четко знают должны послушать сегодняшний эфир поучаствовать в нем как так сказать флюиды нам прислать сюда потому что речь пойдет о проблеме ожирения слово такое некрасивое но она существует кстати во всем мире и в нашей стране тоже поможет нам во всем разобраться а в этой проблеме врач эндокринолог центрального поликлинического отделения отделение плановой госпитализации наталья францовна новикова здравствуй наталья францовна вот она наталья францовна была у нас уже в гостях за это время мне кажется еще количество ожирения увеличилось потому что была пандемия до масса событий которые людей почему чего так вот устроена первый простой вопрос вопрос от пациента почему понимая что вот у нас либо радость либо несчастье либо какая-то стрессовая ситуация все на стрессе сейчас обязательно холодильник прямо вот хоть рядом при но я не согласна с вами есть люди которые заедают стресс то а есть люди которые не заедают стресс и они как правило не такие толстые как остальные да то есть они не могут кушать их пропадает аппетит я в частности я оси нервничая кушать не могу я даже степени вот вот король но если бы у меня так было понимать я когда нервничаю и понимаю что нельзя и все равно рука отец причем и когда ты в нормальном состоянии ну слово норма условно да ты понимаешь ну там стараешься придерживаться какой-то диеты мне это слово знакомо как только ты выходишь за ранок ты как бы говоришь себе ну ты же сейчас в такой давай сделай себе бутерброд то есть правильно понимаю что вот эта проблема ожирения она психологически да конечно она психологическая зачастую ну во первых это наследственный фактор то есть и ребенок платит он только хочет кушать то есть ребенку не занимает ничем его сразу кормят да и конечно там где семья колобков там естественно воспитывают такого же то есть себе подобного у меня не семья колобков меня полу колобков семья ну что могу сказать вам повезло за все шанс похудеть но я всегда помню себя с детства а уж извините что через себя но как правильно говорят через конкретного чека иногда важно понять сам проблему фактор я помню прекрасно что дети же в детстве как кормят кашу он не ест ну раз мамы нет рядом на детском садике я ел всегда то есть не потому что мне не хотелось или хотелось просто ну я всегда с аппетитом хорошим может тут проблема может аппетит как-то подрезать но это аппетит само собой вы же понимаете что ребенок который живет нормальной семье где нормально кушает правильно кушают волей-неволей это воспитывается тоже семейно да то есть пришло время кушать все значит мы кушаем а не то что ребенок целый день жует вот целый день он бегает и жует в доме стоят вазочки с конфетами с печеньем совсем всеми вкусняшками как не только есть все это получается что ребенок употребляет это все и конечно нет меры потому что очень трудно фиксировать мелкие приемы пищи должно быть всегда должна быть к должен быть какой-то режим ребенок который привык к режиму принципе и с ним проще разговаривать в будущем в том числе да он понимает что это такое и как бы шанс у него быть толстым маловат ну кроме наследственного фактора который присутствует все равно в этой ситуации и знаменитая фраза когда я еще был толще я всегда говорил где-то услышал что это у меня такая конституция тела и все и снова конечно вы себя сами оправдывали потом обратите внимание а кино да очень часто литературные произведения но которые пытаются стать на защиту крупных людей назовем корректно она как бы тоже культивирует что даже там плотненькая девушка молодая она может найти себе принца то то есть не важно но и в жизни тоже ведь как это о вкусах не спорят поэтому зачастую можно увидеть очень худенький муж плотная женщина или очень плотный мужчина чем чаще очень худенькая женщина ну и иногда можно увидеть как вы купите семью колобков я конечно сейчас немножко иронично начали эфир но давайте все таки вернемся к этой проблемы потому что тут же несколько аспектов давайте говорить откровенно вся еда которая сила вся практически еда которая сегодня существует в магазине она противопоказана вот попробуйте этот фактор разрушить невозможно его невозможно значит действительно это так то есть как бы совсем неправильной подачи питания и приготовления то есть как правило этот фастфуд который существует везде и всюду он конечно своими запахами соблазняет и так как большая часть молодежи не очень любит готовить они не гурманы еды это единицы кто гурманы еды в основном это кусочничество то есть там чуть-чуть там сочи что радует там чуть-чуть там чуть-чуть там чуть-чуть то есть все понемножку вроде как не голоден да поэтому конечно это тоже большая проблема какое-то время когда у нас пропал макдональдс лично я как доктор радовалась потому что не будет вот этого хаотичного приема пищи при том это независимо от возраста это снято и бабушки которые едят это все и точно так же сидят в советское время была столовка тоже съешь а потом ходишь и весь день у тебя живут гали ну все равно шли в столовку было время когда дома надоедала например могу сказать про себя я у нас жили люди которые ходили кушать столовую так курортный городок и я шла с ними дома было просто марципаны только не лепили меня но я шла в столовую и там кушала до тех пор пока я не попала как бы в саму кухню то как получилось даже не знают я сейчас не могу вспомнить но я когда зашла в кухне увидела как готовится мясо и как скребутся доски ну с жиром которое было мясо понимаете да не на этом зажаривается суп для меня был просто шок я после этого не ходила никогда столовую узнаете я понимала вот технику само приготовление столовой в этой массе да но сегодня же повара не совсем добросовестные вы же понимаете но они у хлеба без хлеба не бывает получается что тут надо взять и себе в том числе конечно но повара и как сушная игра во всех профессиях где есть возможность мы понимаем что там есть разные повара да но возвращаясь к тому вопросу то есть мы понимаем что сама система питания которая существует у нас я имею ввиду возможность пополнения до помидор ненастоящий хлеб до понятная газировки всякие понятная история да я даже до алкоголя еще не добираюсь то есть до алкоголя еще есть масса до майонеза что угодно сейчас новый год мы опять все вы это с удовольствием рванем возникает вопрос а как тогда сохранить себя и вот тут давайте переходить к практической уже части от чего начинается ожирение с того что я отключаю своем мозгу информацию что не надо это есть или я не знаю как правильно есть вот с чего это место начинается как право и будет начинается это все семьи это первое до второе как вам сказать это все сегодняшняя наша реклама наша подача вот этого фастфуда который присутствует даже меньше стол уже рекламу ассо уже рекламировать не нужно она уже есть она есть но все равно это все равно присутствует то есть я сказала соседу мы пойдем туда это было вкусно я не могу плюшку купить которую как бы вроде бы в безвредной должна быть кто и по за что она была безвредная если нее у меня может быть такая сжога что я до утра буду мучиться ну так это же качество товара вы же понимаете тогда что нам делать ну питаться дома так это первое а потом надо воспитывать работников наших общепитов то есть как бы люди навели мы с вами бессильны давайте намного питание вот мы знаем есть диетическое такое слово диета если вас я не люблю слова данных а как тогда я не люблю диета переводе с иностранного языка временно то есть это время промежуток тогда национально то есть да правильно питание когда правильное питание я зато кусочек ну завтра должен быть вот зависимости от возраста от занятости от физической занятости есть люди которые будут ведь для среднестатистического возьмем там 35 45 лет очек работает и ловек а если физически это одна тема давайте возьмем сначала физически то есть такой же физическому или человек который работает физическим трудом естественно ему надо более активный завтрак он должен быть состоятельность из белковой пищи это может быть рыба это может быть мясо то есть должен быть завтрак полноценным нельзя уходить на работу сделав бутерброд поверьте мне что дальше будут соответствующие булочки которые совершенно не имеют качества и пользы для организма до кроме шлаков которые мы потом не можем переработать и откладываем в тех местах где не кстати это пролетарский правильный завтрак завтрак интеллигентский правильный интеллигентской каша каши творог овсянка неважно вот это уже на любите и да должна нравиться вот если еда идется через силу то она кроме вреда ничего не переносит понимаете да нет удовольствия от еды и это все идет шлак или кто этот продукт который организм не принимать с другой стороны вот я когда-то ел овсянку с молоком потом мне посоветовали что надо не ну не хлопья вот эти есть а более к зернам приближаться когда-то я даже вообще зерна купил я их готовил наверное не знаю там часа полтора так и все равно они у меня хрустили на вот но я приучил себя есть на воде и вполне мне нравится мне молоко не нужно уже я спокойно ем а все молоко вы же понимаете молочный продукт именно молоко сама да она как бы не усваивается правильно кроме детей и теперь у них есть фермент который перерабатывает данные продукты и конечно он тогда получается как в нужное идет дело а так молоко не усваивается ты шлаки объеме шлаки а киеве у да вот молочнокислые изделия до молочнокислые изделия показаны практически всем потому что там есть все-таки молочнокислые бактерии которые работают в пищеварительном тракте давайте тогда знаете как сейчас модно йогурт или кефир лучше кефир а вот йогурт есть это только простой до добавки самостоятельно да 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 ну и добавки вы же понимаете вам это красители ну кто там ну это вы дома можете сделать в йогурт за меча же есть йогуртницы пожалуйста делайте дома вы можете это сделать и добавить настоящую клубнику но что добавит у нас на заводах я могу сказать что я не знаю хорошо чай или кофе ну утром утром до утром ну вверх людей с которые ну как бы приверженцы кофе для них это целая да это целая трагедия как это можно не выпить кофе но первых кофе должен быть натуральным естественно до свежезаваренным тоже естественно то есть те суррогаты это не кофе то обман часа же а их много и они такие все красочные но это не продукт это шлак который уходит не в то место в которой мы бы хотели да поэтому здесь они что касается чайманов то здесь конечно утром лучше пить зеленый чай потом качественный по холодной горячей горячий сыр сыр твердых твердые сыры до 30 процентов который вы сейчас очень трудно найти а если девять процентов сыр ну это не сыр это уже это уже обман ну да это тоже в шлак да 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 это так хорошо продолжаем разговоры еде обед сначала для пролетариата ну опять же здесь должен быть белок то есть я должен быть супа обязательно любой на выбор и даже нравится поэтому любой суп на мясном бульоне он может быть может быть на рыбном бульоне может быть нас на мясном бульоне до должно быть белковая пища потому что расход очень большой белков при физической нагрузке поэтому здесь может быть и мясо и рыба 1 обязательно жидкое потому что эта мы бережем желудок получается да а что касается 2 и опять же это вкусовая гамма любого то есть нельзя навязывать еду нельзя не делать и однообразной да то есть есть время мясо диета которая мясная но нужно кушать мясо вот сколько же его можно кушать невозможно я могу вот такие вещи как картофель значит здесь опять же для трудоспособного человека который выполняет физическую нагрузку ему можно и картофель то есть его быстрее лучше да да то что всасывается быстрее так как ему надо выйти с обеда опять на заниматься физической нагрузкой то что касается интеллигенции нашей ну я бы здесь предложила например любой суп опять же к супу я очень трепетно отношусь к его вот брокколи любой можно делать крем-сот суп очень вкусно это все капусты через блендер и сыр плавленый это очень вкусно сыр плавленый можно да почему нет а скажите вот картофель для интеллигенции горяч картофель это один из самых таких прямо я не согласна с вами ну все в разумных пределах для интеллигенции лучше есть что-то овощное какой-нибудь овощной рагу там я не знаю тушеный пареная дал уже жареная паре до пареная парен а по мясу еще вот говорят что самый легко усвояемые меньше всего калорий это индейка это так нет баранина а ну если нет баранины то следующий день когда там дурочка да потом говядина а потом свининка да то есть вот выбирайте сами тогда а вот об ужине и перед ужином мы должны еще о многом поговорить это уже во второй части у нас гостях наталья францевна новикова врач-эндокринолог центрального поликлинического отделения отделения плановой госпитализации городского округа люберцы правильно до встречи напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях наталья францевна новикова врач-эндокринолог центрального поликлинического отделения отделения плановой госпитализации городского округа люберцы мы пока обсудили завтрак и обед для людей которых занимаются серьезной такой силовой подготовкой на работе и для людей которых назвали интеллигенции об ужине чуть позже поговорим но прежде все-таки кроме питания вот вы сказали психологическая проблема мы знаем что есть три приема пищи в детском садике и в пионерском лагере я помню у нас был еще полдника до 4 года давали по моему что-то кефир да 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 и как я вижу да да вот а сколько должно вот говорят когда у человека болеет ну какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта что нужно есть чаще но меньше это так ну дробное питание назначается только при острых процессах а при обычном при а вы три раза до достаточно ребенку может быть надо добавить какой-то кисломолочный продукт я с этим абсолютно согласна вот стакан кефира ряженки ну пускай будет йогурт ну какая-то должна быть молочка то есть какая-то вот именно кисломолочная продукция еще один такой миф или не миф может быть реальность возвращаясь к теме продуктов куда же без них мы все-таки говорим об ожирении у нас много сейчас продается всевозможных называемых фермерских продуктов стоимость которых увеличивается в два или три раза если смысл пользоваться ими в своем питании или это тоже такой небольшой обман просто красивая наклейка сказать что мы мясо с фермы или там сметана сферный проводились какие-то исследования ничего не проводилось то есть это все зависит от отношения человека который занимается продукции да то есть от совести его вот вот настолько он должен быть добросовестным чтобы реклама была настоящей не до стороннего ну как для всех чтобы все покупали потому что что касается эко-продуктов да они сегодня существуют но это не значит без глютена но я сама пользуюсь фермерской продукции поэтому я заказываю себе творог каждый каждый вторник знаете кто его производит а знаю качество то есть я как бы для себя сделала очень много выборов я очень люблю творог или металл если творога нету нет и завтрака то есть я за такую двадцать с лишним лет завтракать творогом натуре наверно на желание нет что вы что вы что нет 9 процента зачем 418 а я ем вкусный творог но я ем его порционно понимаете было время когда я кушала вроде как порция небольшая потом у меня есть очень такая волшебная схема для больных которые приходят с проблемами ожирения да она очень как сказать ну приемлемо если человек меня услыхал то в принципе он обязательно похудеет он обязательно похудеть но если будет слушаться меня есть нет значит есть такая табличка она у меня есть я просто не взяла меня было взять курса вам подарить например да там перечислены все продукты абсолютно все сегодня единственных чего нету кофе это больными сказали дума там и кофе есть там ведь у нас на каждом продукте написан колораж да на 100 грамм продукта ну кто же дома будет взвешивать да вот я положил себе порцию и ничего а когда я посчитала сколько я съела я сейчас ем ровно половину но я такая же сытая понимаете да поэтому здесь в таблице в чем заключается и волшебство в том что там написано одна столовая ложка три четверти стакана две штуки потом это все расписано по калориям и я начинаю как правило с больным который пришел сам пришел не я его привела он сам пришел у него где-то щелкнула что он хочет быть другим я сразу говорю что они должны взять два листочка 4 и написать исповедь будний день и выходной все что попало в рот вот все что попало чем теснее человек напишет перечислив все продукты которые он тем больше пользы работают три анализатора это психология рука мозги и глаза написал этот листочек вы его так вот как возьмете вам будет плохо потому что если вы написали честно значит дальше мы берем эти два листочка и я дарю таблицу которая на у меня есть да я сразу пишу что ну как сказать в зависимости от статуса от работы от психологического настроя я сразу даю определенное количество калорий я понимаю как человек который весит 140 килограмм ему полторы тысячи калорий он просто меня съест тогда понимаю поэтому я пишу хотя бы 1700 но 1800 калорий да сразу говорю что это голодно это действительно голодно для больного который ест много полный человек никогда не ест много он есть и мало только его мало и мое мало будет раза но тоже мало поэтому он не будет это делать и вот когда они я им даю эту задачу и ставлю как бы ну даю срок вот как только вы выйти на полторы тысячи калорий до свои 0 на 1700 я вас жду потому что дальше будут проблемы вы будете терять массу тела она будет обязательно то есть она будет потеря она будет у кого-то больше у кого-то меньше но потеря будет обязательно дальше если вы будете следовать моим рекомендациям то вес встанет он просто остановится и это тоже наш с вами плюс наши с вами победа организм не понимает вы его столько времени кормили как на убой а теперь решили на полторы тысячи покормить он держит все он даже воду усваивает не дай не отдавая вам но это какой-то промежуток это самый сложный промежуток для больного с ожирением потому что он опускает руки но ничего не теряется ночью будут выполнять да ну вроде вот кто выдерживает вот этот момент а он может быть неделю две три месяц полтора месяца и себе стоит мы на правильном пути я конечно стараюсь быть рядом то есть как бы но они они сами прилипают больные то есть как бы они не хотят уходить и потому что я говорю я больному говорю как только не будете будете кушать не то что надо я стою с пальцем бы нельзя проходит через две недели он приходит ко мне вас умоляю заберите палец он поверил мне и это тоже плюс то есть результат не минуем а дальше как с горы вот дальше как с горы но полторы тысячи но главное что не надо кушать одну гречку одно мясо одни овощи ешьте все на полторы тысячи калорий все я должен у вас эту табличку взять табличка просто волшебная при том я говорю что вы пришли в гости начинается солнце ломится да вы начнете и я это не могу я худею мне нельзя ерунда какая-то кому это нужно окружающих да вы на полторы тысячи можете съесть весь стол и еще запить чем не видеть как здорово но помимо я так понимаю кухня мы к ужину вернемся финале немножко время нас остается есть еще же другие упражнения до плюс до медикамент да значит что касается упражнений я сразу говорю для того чтобы держать массу тела надо делать 6 тысяч шагов для того чтобы терять массу тела это 10 тысяч шагов при том это нельзя 10 тысяч шагов делать как вам сказать сейчас через час потом через два вот десять тысяч шагов едины в динамике же должно да да ну тут нагрузка в зависимости от состояния вы же понимаете больные полные они все больные там букет заболеваний возрастная категория после 40 не все уже спина болит ноги болят отечина и так далее то есть я не могу их нагрузить да то есть они должны 10 тысяч шагов сделать вот да сколько они могут например одному можно он должен сделать там через час за часто другому через за два часа а третьему и больше пяти часов то есть человек который имеет проблему сердечно-сосудистой системой он не может да он будет задыхаться у него другие проблемы будем другой лечить поэтому он должен размеренно но 10 тысяч шагов сегодня в каждом телефоне в каждом у нас есть эти все браслеты где есть подсчет калорий это первое потом я сразу говорю о гимнастике до гимнастика должна быть возрастная категория это только в лежачем виде то есть это как бы горизонтальное положение потому что имеет как бы риск переломов особенно у женщин до учитывая что у них проблемы остеопороза возникают физиологические только у кого-то больше у кого-то меньше поэтому они должны понимать но это опять же не может быть сегодня густо а завтра пусто то есть нельзя сегодня постоянно да то есть я должна быть как вот ну как мы кушаем так вот должна быть гимнастика и чем как добросовестный пациент поверьте мне что он тоже играет на это дальше говорю у нас хорошо хочу торт ну какие вопросы раз хочу надо сделать запретным хорошо я сразу вы кушаем торт и идем пешком влюберты туда и обратно этих 10 тысяч шагов ну пускай будет 7 тысяч шагов все сгорит углеводы сгорают работе мышц а ужин во первых вечный вопрос когда вот говорят что надо за четыре часа до сна последний прием пищи на так ну могу так сказать что ужин вообще еще когда-то уже надо и врагу да помните да но попробуйте отдать ужин самая большая радость работе день закончился вот тебе награда праздник праздник как быть ну могу так сказать что здесь надо опять же настолько правильно к этому подходить но здесь подходят любые овощи любые овощи далее не могут быть запеченные все же печеные овощи это просто фантастика то есть ешь не хочу зеленью присыпал и вот тебе ужин значит в этом плане да дальше конечно это может быть каша может быть каша ну ну не на ночь 7 часов вечера человек который не может четыре часа да да или например кусочек мяса да вот как бы тоже может может быть присутствует на это все должно быть овоща сочи яйца еще мы не вспомним ну яйца продукт необходимый но он тоже может быть и в готовом виде меду переварен ну как бы вареное яйцо да вареном да раз в день да да раз в день одно-два все положено неделю ну не положено как бы так расписывают три-четыре яйца в неделю ну а как как вы искушаете все четыре сразу или по одному это уж как бы другой в любом случае ужин маханьки да да то есть объем должен быть очень маленький вот эта таблица даст возможность составить себе ужин по той порции которая вы будете сыты да еще самое последнее углеводы жиры вот этот процентаж он для каждого человека свой правильно да 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 это устанавливаете с помощью это никак не устанавливается тут просто опять же можно это все разобрать по продуктам да но сегодня мы едим довольно разнообразно крайне редко кто кушает каждый день что-то новое это типичная еда она переходит изо дня в день где-то меняется но принципе одни и те же продукты вот здесь как бы надо понять что углеводная пища показана ну а стенком то есть там где эст и ней там где работает головой там должно быть больше аст и �ны ки не получают то есть у них нет на то основана кому тогда жиры больше никому никому не пожелаем так алкоголь еще опять же новый год будет и хочешь не хоша нет ну как бы алкоголь в принципе показан там как бы он тоже есть жиров нет а там углеводы и белки да в любом углевод любом а какой нам то есть это все будет к сильно калорийно да это будет калорий но это не то слово калорий вот я пошла женщина тоже как бы возрасте и на год ничего не ем сегодня гостела в такую стаканчик кишью я посмотрела там 800 калорий да это жаре понимаете 800 игру еще один стаканчик и вардин закончил но в принципе орехи надо есть не надо съедать орехи орехи они любые любые вот ведь нам на вкус какой вам нравится орех до 5 штучек можно вот такая у нас получилась дискуссия их вот если можно было захочется вот сразу же приступить к лечению но все зависит от того что начинали с головы прежде всего надо убедить в этом себя наталья францена думаю что надо нам продолжить такие вот встречи раз вы не любите слова диетолог с человеком который знает что то о правильном питании и пытаться выискивать его из наших сложных на наших сложных полка ну да вот мы желаем удачи вам всем вашим клиентам которые победили себя и надеемся что наша программа кого-то заставит задуматься что ожирение это действительно проблема и она же сокращает жизнь потому что все органы конечно вот просто как человек худевший их периодически худеющий я знаю что как-то дышать начинаешь по-другому мысли другая приходит жизнь совсем другая молодость возвращается наталья францена новикова врач-эндокринолог центрального поликлинического отделения отделения плановой госпитализации городского округа люберцы с вами был николай пивненко программа открытый диалог до свидания а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин